и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры вы наверное неоднократно были свидетелями запугивания исходящее от армянства и направленное в сторону русского народа в отношении якобы имеющиеся угрозы так называемого турана и якобы данное национальное течение тире объединение тюрок угрожает россии с помощью этого ложного тезиса армянство неоднократно пыталась столкнуть в частности условно назовем русский и тюркский мир условно потому что в общем то тюрки во многом и создали нынешнюю россию не будем сейчас напоминать о былых временах касающиеся истории россии о князей юсуповых и так далее не будем напоминать о внешнем сходстве ивана грозного с представителями тюркского этноса не будем говорить о роде долгоруких и так далее уберем это в сторону важно другое кто являлся главным разработчиком в частности турана но сейчас все скажут это же турция не совсем тогда кто же я вас наверное удивлю что данная разработка имелась в частности во времена царской россии продолжилась во времена большевиков я вас удивил я даже скажу больше данная разработка была направлена против английской разработки касательно поддержки арабов для того чтобы противостоять на ближнем востоке англии россия включая большевистскую россию вынуждена была использовать то что у нее есть то бишь тюрок тюркский этнос тем самым раскалывая ислам то есть с одной стороны ислама стояли англичане с другой стороны стояла россия прежде чем мы с вами ознакомитесь с заявлениями такого эксперта которого ну никак не назовешь проазербайджанским протюрским как станислава тарасова я хочу вам напомнить тире обратиться ко всем зрителям моего канала после того как вы посмотрите данное видео посмотрите те из вас кто не видел либо вспомните те кто уже просмотрел то видео которое я сейчас находится перед вашими глазами прошу прощения в котором никто иной как песков в частности рупор кремля признавался в том что россия не боится турана а является возможно одной из ключевых фигур данного мега союза интересно ну а теперь на фоне того о чем я вам сказал давайте послушаем что говорил станислав тарасов об истории вообще появление термина туран тюркский мир и так далее что интересно данное видео вышло на канале арама макарчана одного из тех самых представителей армянства которые стараются в частности дополнительно нанести удар по взаимоотношениям россии и турции ну а теперь давайте приступим приступаем 1833 год уникальский договор между царской россией и османской империи когда мы спасли так называемые египетские завоевания мавлюки вы же стояли чуть ли не у ворот с тамбулом на последующем уже после советского периода отдельно тема конечно это взаимодействие между большевиками и атаков кстати говоря это отдельная тема но если только брать последующим эпизоды то у нас начиная с с большевиками и последующий момент хоть до 38 года до смерти от атерка у нас был очень позитивный опыт взаимовыгодного сотрудничества включая торгово-экономического военного тридцать восьмой год ну в чем позитивный опыт складывается все парадокс именно в том что большевики пошли на поддержку движениям собаки мали это очень тоже любопытная история она к сожалению не прописана полностью в историографии хотя масса публикаций причины простые я вот например бывал в турции много общался с представителями мид брестскими историками и просил их чтобы они организовали допуск каким-то фондом архива от атерка я хочу напомнить что эрдоган готов был открыть все архивы связанные событиями как минимум 1915 года в обмен на открытие армянских архивов которые армения почему-то держит закрытыми касательно тех самых событий это так что касается так называемого армянского геноцида здесь я не мог не сказать пару слов ну а теперь продолжаем дело в том что в годы первой мировой войны в российском плену оказалось очень много турок потом этих турок в военнопленных мобилизовали какие-то эволюционные бригады послали их в Азербайджан они составляли костя так называемой исламской армии они в общем помогли провести вступили в контакт с большевиками были на связи с оттюрком и в общем-то было достигнуто компромиссное соглашение в турки интернационалисты как скажем так с опорой на тех офицеров царской армии которые вступили в контакт с большевиками в общем без единого мысля раздали бабу большевикам и там была договоренность поскольку это была единственная страна за Кавказе которая была социализирована стала единомышленником большевиков и они вступили в контакт с оттюрком оттюрк потребовал взамен компенсировать свою услугу по Баку с помощью для борьбы против английских империалистов и английских интервенций я хочу напомнить и передать часть территории Армении которая оказалась в составе Турции после войны с Дашнаками Александропольский договор почему-то Станислав Тарасов опять-таки обходит стороной некоторые моменты но понятно армянские лоббисты он не может об этом говорить в открытую иначе не будут печатать давайте продолжим которые были мы оказали эту помощь действительно очень много и золото и оружие мы и военачальника послали и оказали дипломатическую поддержку и вообще роль Советской России в становлении республики в 1923 году в Санбуле есть памятник где даже наши военачальники вековечены рядом с оттюрком они не обозначены но их политически они обозначены то есть в нашей сотрудничестве это продолжалось где-то до смерти оттюрка где-то до 1936 года оттюрки охрану составляли российские советские чекисты об этом мало кто знает советские чекисты создали турецкую разведку и турецкую контрразведку в чем смысл этого сотрудничества здесь тоже загадка я хочу остановить здесь не совсем прав Станислав Тарасов потому что очень много среди турецких чекистов были не большевики нет а бывшие белогвардейцы это так не надо ошибаться почему потому что в это время господство так называемая теория Троцкого мы вопреки всем догмам марктизма заявляли что можно провести советизацию Турции если только оттюрк пойдет на советизацию Турции мы готовы организовать ему помощь и восстановить влияние в большей Османской империи с противов и прежней границы то есть Баку, опорный пункт, Анкара, Ататюрк и дальше Ататюрк начинает проводить освободительную миссию в большей Османской империи это была концепция Троцкого всемирной революции экспансии на восток она очень имеет свой серьезный подоплек это серьезный подоплек речь шла о создании тюркской конфедерации социалистического типа и так далее и кстати эта доктрина была разработана не Троцким как сейчас выясняется мы выяснили как я работал в Ленинградском военно-историческом архиве в фондах наместника в Воронцово-Дашково там кстати прописаны все эти сценарии действий российского генерального штаба по подготовке к первой мировой войне когда зарабатывали доктрины под тюркизм доктрина под тюркизм если англичане занимались сепаратистским движением арабских племен или как писали в Османской империи развал то на долю России выпало разыгрывание чуркской карты почему? потому что 20 миллионов в тот момент в Российской империи проживал мусульманы все были чурками и отсюда внесение многоэтнической, многоконфессиональной империи Османской империи чуркизма это зачало распад давайте остановим здесь даже не будем говорить тире прослушивать видео до конца так тоже тире кому же угрожает пантюркизм если Россия изначально являлась можно сказать основополагающим лицом тире государством которое стояло за пантюркизмом интересно с одной стороны российские большевики уничтожали тюрок достаточно вспомнить событие в Фергане 1918 с другой стороны она пропагандировала пантюркизм странная форма не так ли и знаете ненависть армян к большевикам по моему как раз таки заложено не в московском договоре потому что московскому договору когда армения получила свои границы с Турцией в общем то заложено в александропольском договоре изначально где армения теряла еще больше количество земель и большевики как раз таки смогли часть земель отыграть обратно без единого выстрела договорившись с Ататюрком это тоже крайне важно подводя точку я еще раз хочу задать вам всем вопрос учитывая высказывание Пескова учитывая высказывание Станислава Тарасова учитывая исторические факты свидетельствующие о том что Россия является одной из ключевых фигур тире государств ну фигур это назовем так просто форма высказывания не больше является я опять повторюсь ключевым государством в создании тюркского мира эти три момента история прежде всего второе заявление Пескова о том что нынешняя Россия понимает свою связь с тюркским миром и третий момент что за пантюркизмом изначально достаточно главную роль в распространении пантюркизма в двадцатые тридцатые годы оказывается играла Россия это просто совпадение то есть пантюркизм изначально не может угрожать России так как как можно угрожать части важной части данного мира как остальной тюркский мир может угрожать большей части даже данного мира это невозможно это означает что пантюркизм сам бы начал бы себя уничтожать отрекаясь от России от всей России Россия это часть тюркского мира и надеюсь никто не посмеет сейчас заявить обратно и кстати если вам когда-нибудь скажут что Туран угрожает России теперь вы знаете на кого ссылаться хочу как ни странно поблагодарить Арама Макарчана за то что он выложил данное видео мы будем ссылаться на него на этом все дорогие друзья ну на него это шутка хочу единственное что вам сказать прежде чем закончу данное видео ну про то чтобы вы не забывали ставить лайки или дизлайки оставлять комментарии так далее я так же как и то что все необходимые данные для оказания поддержки финансовой поддержки моего канала я оставлю под видео я хочу сказать еще одну вещь в следующем видео я ознакомлю вас с крайне интересными фактами в частности о влиянии тюркского мира на Индию а так же о влиянии чингизидов вы удивлены на Америку еще до колумбовых времен не пропустите будет интересно ну что ж делите ссылками в соцсетях приглашайте друзей и знакомых ну а я с вами прощаюсь до новых встреч на моем канале всегда ваш Сеидов Кямран до свидания до новых встреч субтитров до новых встреч субтитров Продолжение следует...